Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед компанией 1С давно ставила задача динамического планирования производства. В компаниях часто возникает такой вопрос, когда же будет изготовлен заказ на производство для клиента, какие сроки, но производственный диспетчерский отдел вряд ли мог корректно ответить на эти вопросы, так как сам зависел от служб снабжения и так далее. Второй вопрос, который должен был быть решен, это автоматическое перераспределение ресурсов между заказами на производство, что должно отразиться в структуре заказа, если возникают более приоритетные заказы, происходит срыв в поставках комплектующих, или же меняется технология, меняются ресурсные спецификации и так далее. Но прежде чем перейти к практике и к показу этого в системе, несколько слайдов для того, чтобы погрузить слушателей в эту тематику. До редакции ERP-259 в производстве использовалась статическая структура заказа на производство. Она предполагает формирование документов в этап производства и графика без возможности дальнейшего автоматического перестраивания. Но вот с редакции ERP-259 добавлено давно обещанное динамическое планирование производства. Оно обеспечивает, первое, построение и перестроение структуры заказа на производство и формирование нормативного графика выполнения этапов на лету, опираясь на доступные запасы и НСИ. При этом функциональность структуры заказа становится основой планирования и обеспечения заказов на производство. Второе, добавлено рабочее место формирования партий производства и документы этапа производства формируются после всего планирования в самый последний момент. И этапы производства, которые к выполнению, которые уже начаты, они исключаются из дальнейших расчетов пересчетов структуры заказа. Очень важный пункт третий. Расчет структуры заказа выполняется с учетом запасов на других складах. При этом схемы обеспечения перемещений с других складов должны быть настроены. Для этого тоже добавлено новое рабочее место формирования перемещений по заказам на производство. Динамическое планирование производства имеет ограничения. Следующее, работает со спецификациями только типа изготовления и сборка, работает только с методикой управления без планирования графика производства, не работает с переработкой на стороне и вообще рекомендуется для использования, планирования управления заказами на производство сложных изделий. Вот нескольких тысяч деталей сборочных единиц. На этом вебинаре мы основное внимание уделим пункту 1 и немного остановимся на пунктах 2 и 3. И предполагается, что все-таки слушатели в каком-то объеме уже знакомы с системой ERP. Динамическое планирование включается через НСИИ администрирование производства. Структура заказа динамическая. Ссылка на стройку – это оптимизация производительности, так как перерасчеты обычно ресурсоемкие. Методика управления, как мы видим, планирование по материальным и производственным ресурсам отключена. Переработка на стороне также вот отключена. После включения динамической структуры заказа у нас появляется формирование партии производства, ссылка, и формирование перемещений по заказам. Также в отчетах появляется отчет укомплектованность заказов на производство. Для расчета структуры заказа используются некоторые правила. Первое. При проведении заказа на производство в статусе к производству автоматически строится полная структура заказа на всю глубину, включая обеспечиваемые и производимые в процессе полуфабрикаты с учетом доступности всех ресурсов. Полуфабрикаты разузловываются. Одновременно строится нормативный график в разрезе этапов производства, и он рассчитывается на пустой завод, когда доступны все ВРЦ. График строится справа налево, то есть от желаемой даты выпуска рассчитывается дата запуска. Второе. Если некий заказ удерживает некоторые ресурсы, и по нему сделаны некоторые заделы полуфабрикатов, и такой заказ отменяется, то все его ресурсы и заделы перераспределяются на другие заказы. При смене приоритета заказа также заделы полуфабрикатов и ресурсы перераспределяются. Например, при увеличении приоритета заказа он заберет ресурсы и полуфабрикаты умения приоритетных заказов. Есть возможность не перераспределять обособленные полуфабрикаты. Для этого в карточке такого полуфабриката должен быть установлен флаг «Обособленное обеспечение». Если мы не хотим разузловывать полуфабрикат и увидеть его в структуре заказа только как потребность для производства дальше его другим заказом, то в способе обеспечения такого полуфабриката должно быть установлено планирование вручную, а не автоматически. Тогда он не будет разузловываться. Теперь, что касается изменения ресурсных спецификаций. Если вы изменили спецификацию, ее можно тут же перезаполнить для нужных заказов. Это, в свою очередь, приведет к соответствующему перераспределению ресурсов. Ну и последний пункт обозначим. Для разузлования полуфабриката в структуре заказа не обязательно, чтобы такой полуфабрикат имел способ обеспечения собственного производства. Достаточно, чтобы номенклатура полуфабрикат имела в наличии хотя бы одну действующую спецификацию. Динамический расчет структуры заказа на производство имеет два очередных преимущества. Первое. Можно предварительно до формирования этапов оценить исполнимость и сроки заказа на производство. Например, по заказу клиента. По желаемой дате рассчитается дата запуска. И так как любые изменения, влияющие на выпуск, сразу учитываются в структуре заказа, то таким образом можно для клиента подобрать желаемую дату запуска на производство. И второе. Потребности в материалах и полуфабрикатах автоматически рассчитываются на раннем этапе, то есть уже в структуре заказа, в статической структуре заказа. Потребность в обеспечении возникала существенно позднее, только после создания этапов на производство. Дальше перейдем к контрольному примеру и к работе со структурой заказа. В качестве производимого изделия рассмотрим реле электромагнитное. Оно состоит из материалов и нескольких полуфабрикатов. Полуфабрикат 2, в свою очередь, включает полуфабрикат 3, производство полуфабриката 3, а полуфабрикат 4, в отличие от всех остальных, производится в цехе электрики. И дальше он должен быть передан в цех сборки реле. Значит, как происходит обеспечение. Все материалы закупаются на центральный склад и дальше перемещаются в кладовые цехов. Полуфабрикат G4 производится в цехе электрики и перемещается в цех сборки реле. Окончательной сборки. Значит, у нас заедена новая организация. Это несущественно сейчас. Номенклатура. Вот они все материалы. Вот она, готовая продукция. Вот они полуфабрикаты. Значит, посмотрим способы обеспечения потребностей и схемы обеспечения. Значит, способы обеспечения потребностей. Собственное производство, покупка, перемещение 2 дня из распредцентра, то есть из центрального распределительного склада, и перемещение из цеха электрики, складовой цеха электрики, занимает 0 дней. Сохраним. Дальше схема обеспечения. Схема обеспечения у нас для материалов все достаточно просто. Значит, кладовая цеха цехов обеспечивается перемещением из центрального распределительного склада, а центральный распределительный склад обеспечивается покупкой вот 2 дня. Ну и по умолчанию для подразделений, то есть цехов сборки реле электрики, установлены по умолчанию обеспечивающие склады, это кладовые. Вот схема для материалов. Для полуфабрикатов тоже все похоже. Кладовые обеспечиваются производством собственным 2 дня. И в качестве складов обеспечения и выпуска продукции по умолчанию используются свои же кладовые цехов. Есть еще одна схема обеспечения, которую можно использовать для перемещения вот из цеха электрики в цех сборки реле. Вот здесь вот мы видим, что в цехе сборки реле полуфабрикат будет перемещаться из кладовой цеха электрики. Ну, все остальное также закрываем. Теперь смотрим, как это все назначено в номенклатуре. Значит, материалом назначены соответствующие схемы обеспечения материалой. Для полуфабрикатов указаны схемы полуфабрикаты. Но вот для полуфабриката 4 тут для конкретно этого полуфабриката изменен способ обеспечения потребностей. Указано перемещение, здесь вот не производство, а перемещение из цеха электрики. Можно оставить так, можно оставить так схему обеспечения, но можно, у нас есть запасная, чтобы для наглядности поставить тут другую схему обеспечения, где уже ничего менять не надо, уже настроен способ обеспечения верный. Ну, давайте вот таким образом поступим. Изменить. Это что значит, что для вот этого полуфабриката 4, кладовая, то есть полуфабрикат будет перемещаться из кладовой цеха электрики. Вот, что касается номенклатуры и обеспечения. Идем в ресурсные спецификации, здесь тоже все достаточно просто. Реле у нас с одним этапом производства. Ограничения в виде ВРЦ мы не используем. Длительность этапа 2 дня. Материалы. Как мы видим, тут 4 материала, как было по схеме, и 4 полуфабриката. И как мы видим, тут полуфабрикаты явно не указаны. Как мы говорили, если у номенклатуры есть хоть одна спецификация, то она считается полуфабрикатом, и этот полуфабрикат будет разузлован в структуре заказа. Вот, все остальные полуфабрикаты у них стоит длительность 1 день. Ну вот, посмотрим. Значит, длительность 1 день также. Ну вот здесь вот полуфабрикат номер 2 еще, значит, включает производство полуфабриката. Здесь мы указали явно, что нужно произвести по спецификации. Можно было не указывать, но мы указали. Вот, пожалуй, все о настройках. Вернемся к структуре производимого изделия. Обратим настройки флага «Планируемые отгрузки со склада на удаленные склады» и пройдемся по резюме по настройкам. Значит, в схемах обеспечения для цехов у нас обязательно были заданы склады по умолчанию для обеспечения выпуска, иначе структура заказа будет рассчитана с ошибками. Обратите внимание. Для способов обеспечения потребностей типа перемещения должен быть явно указан источник обеспечения. В нашем случае это был склад центральный и кладовая цеха «Электрик». Иначе не будут рассчитаны необходимые перемещения в структуре заказа. Ну и отметим также, что в структуре заказа при расчете сроки производства и их длительность берется из ресурсной спецификации, длительность этапа, поле длительности этапа. А для перемещения длительность берется из способа обеспечения потребностей, срок перемещения. Перейдем к практике. Рассмотрим структуру заказа и как ее следует читать. Создадим заказ на производство. Вот он создан. Еще не проведен. Значит, у нас наш реле в количестве пяти штук мы должны произвести. Предположим, к какой-то дате, которую обозначил нам клиент. Желаемая дата. Вот пусть будет 22 марта. Сегодня у нас 10 марта. Проводим заказ на производство. Выполняется расчет. Динамическая структура рассчитана. Можно тут же провалиться, но мы нажмем, перейдем в списочную форму, нажмем в структуру заказа. Что мы здесь видим? Мы видим всю вложенную нашу, разузлованную структуру нашего заказа. Все комплектующие можно детализировать по этапам. Показывать перемещение. Давайте нажмем. Это что означает? Проявляется такой значок. Этот значок означает, что панель в кладовой цеха сборки должна быть перемещена из центрального распределительного склада. Вот здесь, наверное, то же самое мы видим, что для сборки реле, вот этот полуфабрикат в кладовую цеха сборки реле должен быть перемещен из цеха электрики. Вот такая вот понятная структура заказа. Теперь обратим внимание на 4 колонки количества. Требуется это то, что нам требуется. Готово это то, что нам в данном случае ничего нет. То есть никаких остатков у нас на складе для производства нет. В работе эта колонка обозначает количество, которое едет у нас в заказах. Ну, в данном случае у нас обе колонки пустые. То есть заказ наш полностью не обеспечен. Не обеспечен. Ну, теперь тут две колонки с датами. Желаемая дата – это даты обеспечения. То есть мы должны обеспечить выпуск реле к 22 марта. И вот для того, чтобы всю эту цепочку производства выполнить, вот они рассчитаны даты обеспечения. С правой стороны показаны рассчитаны даты запуска. Чтобы 22-го выпустить, нам 20-го нужно запустить это производство. Чтобы 20-го запустить производство, нам нужно 20-го этот полуфабрикат уже иметь. А чтобы его иметь, нужно его запустить 17-го и так далее. Нужно иметь такие-то комплектующие 17-го. И вот так вот эти даты рассчитываются. То есть они рассчитываются от конца к началу от желаемой даты. И рассчитываются от верхнего уровня изделия по структуре изделия по полуфабрикатам до исходных материалов. Вот так это рассчитывается. Ну, мы видим, что, в принципе, здесь каким-то образом можно определить, когда следует начать заказ, чтобы 22-го числа это получить. Но если мы будем тут копаться и раскрывать эту структуру, при сложных изделиях тут может быть огромное количество строк. И нам трудно будет определить, когда же надо нам все-таки это запускать. Вот я вижу более раннюю дату 14-е, но не факт, что это 14-е. Для того, чтобы определить вообще, когда нам надо начать движение по этому заказу, лучше всего обратиться к мониторингу заказов. Это можно сделать, это отчет контекстный, который из карточки заказа, или же из списочной формы можно вызвать такой отчет. Нажимаем все изделия, знакомая нам форма. И мы видим, что, чтобы это реле 21-му числу к концу дня получить, мы должны начать движение по этому заказу 10-го числа. А конкретно, ну давайте раскроем всю нашу структуру, и мы увидим, что мы, вот эти контактные пластинки, мы должны закупить, начать закупать. То есть заказы у нас должны быть сделаны 10-го, 2 дня поставки, чтобы они 14-го были уже на складе для дальнейших действий. Вот таким образом мы можем определить, как-то подвинуть желаемую дату для клиента. Но нормативно, вот она рассчитала, вот по таким срокам все это можно сделать. Но есть еще один отчет, называется он «Укомплектованность заказа». Ну, в данном случае, вот на дату 22-го марта, она говорит нам, что сколько требуется, что в наличии сейчас ничего нет. Но поскольку у нас мы вовремя начали его, спланировали структуру, то все будет в срок, и дальше мы посмотрим, как это придет. Следующим шагом попробуем обеспечить этот заказ на производство комплектующими. Еще раз отметим, что то, что в колонке требуется, это потребность, которую создал этот заказ на производство. И эту потребность надо обеспечивать. Ну, соответствующие службы снабжения, ну, мы вот выполним их функцию на таком складе. Попробуем сделать закупку. Вот наше заказ на производство, вот все, что она нам предлагает. Время подошло, и мы делаем, давайте, ведем в начале поставщика. Сформируем заказы. Так, заказ поставщику создан. Осталось тут заполнить цены номенклатуры. Провести в статусе подтвержден. Статусе подтвержден. Создадим документ приобретения товаров и услуг. Но предположим, что поставщик нам одну строку, вот эту вот, входные и выходные клеммы, не довез. Не довез. Провести, закрыть. И посмотрим, как это отразится у нас в нашей структуре заказа. Обновим. Вот мы видим, в колонке готово, что-то появилось. Мы видим, что панель, она есть. То есть, все, 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 все есть. Но на самом деле, это еще не все. То есть, в колонке готово, хоть и есть все, но мы должны посмотреть, где это все есть. Ставим флаг, показывает перемещение. И она нам подсказывает, что да, это есть, но это есть только на центральном складе. Но в кладовую это еще не перемещено. Ну и так далее по всем остальным позициям. Поэтому нам надо все это переместить в соответствующие кладовые. Для этого существует специальная обработка, которая создаст документы передачи материалов в цеховые и кладовые. Ну вот, давайте мы сделаем. Вот этой позиции у нас нету на складе, она горит ноль. Ну и давайте некоторую позицию, например, колодку мы не станем перемещать. Посмотрим, что у нас будет в нашей структуре заказа на производство. Обработка создала два документа передачи материала в кладовую. Они проведены. Все это закрываем и переходим к структуре заказа. Вот, теперь мы раскрываем. Видите, она уже не раскрывается, потому что она уже находится там, где надо. А вот давайте раскроем все. Найдем нашу колодку. И вот только единственная колодка, она еще находится у нас на центральном складе. Ее осталось переместить вот сюда, в кладовую цеха сборки реле. Чтобы продолжить со структурой заказа на производство, еще выделим такую обработку, формирование партии производства. Ее можно отсюда запустить, а можно прямо из структуры заказа на производство. Вот она кнопочка «Сформировать партии». Запускается мастер, кнопочка «Далее». Здесь все будущие этапы показаны, какие будут созданы. Можно уменьшить количество. Тут же она показывает, что обеспечено, что не обеспечено. Ну и так далее. В конечном итоге по тем строчкам, по которым вы отметите к заказу, в данном случае дата запуска еще не наступила, будут созданы соответствующие этапы производства по кнопке «Далее». Но вернемся назад и отметим еще одну очень важную особенность. Это то, что можно укрупнять партии. То есть, вот видите, например, по заказам на производство, отобрав тут нужную номенклатуру, назначение может быть и так далее. То есть, вы можете из нескольких заказов, скажем, одну и ту же номенклатуру запустить одной партией. Вот тоже очень полезная... В заключении посмотрим, как заказ с более высоким приоритетом отберет остатки у заказа на производство с меньшим приоритетом. Вот наш был заказ, у него приоритет средний. Мы помним, что по нему все было зарезервировано. И вот создан точно такой же заказ с более высоким приоритетом. И более того, желаемая дата выпуска у него позже. Вот он наш заказ, желаемая дата позже. И что мы увидим? Мы увидим, что я за кадром все это сделал, поскольку процесс небыстрый. Рассмотрим структуру заказа старого, прежнего заказа. Мы увидим, что здесь все у него отобрано. А раскрыв структуру заказа с более высоким приоритетом, мы увидим, что он все один в один у него забрал вот к себе. То есть планирование заказов с высоким приоритетом выполняется до выполнения планирования с обычным приоритетом. На этом все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова